В эфире первого городского специальный проект происшествия. Здравствуйте! Подорвали гей-клуб. Под дверью заведения, расположенного на Решильевской, бросили гранату. Есть пострадавшие. Взрыв прогремел около четырех часов утра в понедельник. Ударная волна уничтожила вывеску клуба «Либертин» и повредила часть козырька. Вылетели стеклопакеты. С осколочными ранениями ног в больницу доставили бармена. В момент взрыва он сидел возле входа. Серьезных травм мужчина не получил. Произведена первичная хирургическая обработка и амбулаторно отпущен домой. Что было? Ссадины нижней конечности, ушибленная рана левого бедра и правой боли. Филипп – один из посетителей заведения. За час до взрыва он общался со знакомыми прямо у клуба. Как только отошел, услышал взрыв. Говорит, видел у входа «Жигули» темного цвета, без номеров и с тонированными стеклами. И буквально через секунд десять выворачивает отсюда, с Решеневской. Машина черная, на газах таких километров сто, черного цвета. Она промчалась мимо меня, потому что я был у дороги. И на Екатерининской она остановилась, чтобы повернуть. Номеров не было. Видимо, так должно было быть, что я ушел. То есть мне что-то, видимо, сверху сказало, что надо уйти. Потому что я сидел прямо напротив дверей. Клуб открыли недавно. Здесь собирались в основном люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Недавно рядом с заведением появилась вот такая надпись с ошибками. Семейные ценности прежде всего – это один из лозунгов правого сектора. В организации причастность к инциденту опровергают. Все наши активисты, они четко работают по указаниям и без каких-либо распоряжений сверху никто ничего не делает. У нас никаких самовольных акций не происходит никогда. Нас очень жестко наказывают за подобные вещи. Поэтому мы считаем, что это была информационная диверсия, направленная против правого сектора. В милиции, говорят, в армии такие гранаты используют при наступательных операциях. По тем осколкам, которые были найдены на месте происшествия, это была боевая граната РГД-5. Эти осколки в данный момент направлены на экспертизу. Данное правонарушение, квалифицированное по статье 1, статье 115 через статью 15 Уголовного кодекса, это покушение на убийство. В данный момент ведется следствие. Стрельба в Измаиле, в одном из баров города, неизвестный ранил по сети. Теля жертвой стрелка стал 37-летний мужчина. Случайным свидетелем происшествия стал милиционер, который отдыхал в том же заведении. Он стал преследовать злоумышленника, однако тот несколько раз выстрелил в правоохранителя и скрылся в неизвестном направлении на автомобиле. Страж порядка получил ранения бедер и левого предплечья. На месте происшествия обнаружили 10 гильз и два патрона 9-мм калибра. Лица, причастные к случившемуся, уже установлены и разыскиваются. Начато уголовное производство злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Мне обратились за помощью двое пострадавших около 2 часов ночи с пыльными ранениями, нанесенными травматическим пистолетом. Каны были обработаны, извлечены пули. Больные отпущены на обладательное лечение. По данному факту начатое уголовное производство. По части 1 ст. 122 умышленное средней тяжести телесное повреждение и части 2 ст. 345 угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Это статьи Уголовного кодекса Украины. В данный момент проходит расследование и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Два удара в шею. Бывший наркоторговец убил пенсионерку в ее же квартире. Злоумышленник забрался в жилище пожилой женщины, чтобы ограбить. Но к его удивлению хозяйка оказалась дома. Убив бабушку, 32-летний мужчина похитил фотоаппарат, планшет и мобильный телефон. Преступника задержали по горячим следам. Он рискует провести за решеткой 15 лет. Мужчину проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, умышленное убийство. Расследование теракта на Малой Арнаутской затягивается. Так считает владелец взорванного в декабре прошлого года магазина «Патриот». По его словам, СБУ задержало подрывников еще в апреле. Но никаких подробностей о ходе следствия не сообщает. К тому же хозяин магазина до сих пор не может вернуть свой товар. Арендатор требует сначала отремонтировать здание. Обращения в милицию результата не дают. В обл. администрации пообещали помочь восстановить магазин. Однако за 8 месяцев ничего не сделали. Мне никто не звонит, никто не говорит, на каком этапе находится расследование. В СБУ взят был мой регистратор в день взрыва. В сей день я его не вижу. Задержали тех, не тех, я не знаю, но вроде бы в тот момент взрывы действительно прекратились. А недавний взрыв на Решилевской я бы не связывал его с серией тех взрывов, которые были в тот период времени. Трагедия под Одессой. В Усатого во время ремонта линии электропередач погиб электромонтер. Мужчина забрался на столб, чтобы устранить поломку и получил мощный удар током. Электрик скончался на месте. Тело погибшего со столба сняли спасатели. Все обстоятельства происшествия уточняются. Увидели, что человек действительно находится на столбе, в проводах. Уточнили по месту вызова, уже находился мастер станции Усатого, который уже происходил обесточивание. Провели работу по снятию электромонтера. Десять лет тюрьмы дали налетчику с гранатой, который ограбил центр кредитования на Черемушках. Такой вердикт вынес Малиновский район и суд. Прошлым летом 43-летний мужчина ворвался в кредитный центр на улице Филатова и, угрожая оружием, вынес почти 20 тысяч гривен. После этого злоумышленник совершил ряд подобных преступлений в Николаеве и Запорожье. Позднее сотрудники милиции задержали его на одной из автостанций. Вы смотрели спецпроект «Происшествие». Такой была минувшая неделя. Берегите себя и своих близких. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова